Даша, здравствуйте! Даша, здравствуйте! Почему же запах то исчезает, то снова возвращается? Добрый вечер, Андрей Юрьевич! Действительно, несмотря на то, что летом полигон был закрыт, и на протяжении последних трех месяцев мы проводили подготовку к рекультивации, одновременно разрабатывая проект, безусловно, вредное воздействие полигона на окружающую среду продолжается. И сегодня мы понимаем, что, конечно, одним из источников неприятного запаха, безусловно, является и сам полигон. Здесь, Андрей Юрьевич, хочу поблагодарить вас лично за то, что поддержали инициативу сегодня правительством Московской области, выделены дополнительные средства на проведение дегазации именно в этом году. На сегодняшний день проект разработан, рекультивация полигона, он проходит общественные слушания. Но в рамках этого проекта работы по дегазации должны были начаться только в следующем году. Но благодаря тому, что деньги дополнительные выделены в этом, мы уже сегодня начали работать на полигоне. Сегодня здесь присутствует Оливер Кайзер, это руководитель компании Коком, организации, которая в этом году выполнит работы по дегазации полигона. Будет пробурено 55 скважин, установлен газосжигательный факел. И мы рассчитываем, что когда все работы будут закончены, это ориентировочно середина, конец декабря этого года, то воздействие на атмосферу близлежащих микрорайонов будет практически сведено к нулю. Добрый вечер, Сергей Геннадьевич, добрый вечер, коллеги. Мы начали наш эфир сегодня с очень актуальной темы. Все мы следим за жизнью полигона Кучино, который эксплуатировался более 60 лет, или порядка 60 лет. Мы за осеннее время провели массовые, значительные мероприятия по завозу грунта, и сегодня сверху полигон полностью закрыт. Однако с боков, с косов полигона действительно распространяется запах, и буквально на прошлой неделе мы приняли решение, выделили из чрезвычайного фонда нашего регионального бюджета порядка 250 миллионов рублей. То есть сейчас ведется проектирование, в первом квартале будет пройдена экспертиза. Во второй половине 2018 года мы приступим к рекультивации, но до этого времени, для того, чтобы утилизировать запах, мы должны провести серьезные мероприятия, о которых сейчас сказал глава городского округа Балашихи. То есть мы должны пробурить большое количество, несколько десятков скважин, для того, чтобы утилизировать газ, и, соответственно, его сжечь. Иначе запах, который распространяется в округе, он не дает спокойно жить. Поэтому 250 миллионов рублей мы выделили, и, соответственно, в ноябре месяце, уже после 10 ноября, мы ждем установки, соответственно, их инсталляция в тело полигона и запуск. Поэтому хочу информировать жителей, которые пишут мне и на почту, и в социальные сети, беспокоятся по поводу запаха. Мы предпринимаем экстренные, чрезвычайные мероприятия, для того, чтобы запах, для того, чтобы полигон Кучино не беспокоил жителей. Но ситуация сегодня выглядит вот так, как мы ее представляем. Будем дальше информировать жителей. Глава непосредственно с общественным комитетом, с общественниками следит, сопровождает всю жизнь и работу на полигоне, персонально за это отвечает, впрочем, так же, как и мы. И то, что мы начали эфир с этого вопроса, лишнее тому подтверждение доказательств. Сергей Геннадьевич, прошу вас информировать жителей. Будем держать на контроле мероприятия по дегазации. И я очень надеюсь, что в начале декабря нам все-таки удастся запустить первые скважины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова